Здравствуйте, добрый день, мы продолжаем в нашей летней Академии Дворца Коммерческих и Молодежи Прямля Женский находятся в таким удивительном континенте, как Африка. И сегодня мы поговорим о фитанских легендах, о легендах о Солнце. Солнце вызывает источник жизни на Земле, и во все века люди воспривали эту небесную светину, а многие даже поклонялись Ему и чтили Солнце как Бога. Такой путь был широко распространен в древнем Египте. Египтяне называли Бога Солнцем, Богом Ра. И он плавал по небесной реке в своем золотой ладье, а ночью под землей побеждал коварного Бога Тюни и снова возвращался на небо. Вот такая легенда о египтянках. Народов Африки в древних времен Солнце было человеком. Африки говорили, что когда этот человек Солнце поднимал в руку, земля озарялась солнечным светом. Когда он ложился спать, все погружалось в холод и тьму. И люди решили, что дети должны пойти и забросить человека Солнца на небо. И это решение передавали из поколения в поколение. И вот однажды дети поднялись к Солнцу. Когда он спал, схватили его и забросили на небо, укрепив его там, как учили старые люди. И с тех пор Солнце ходит по небу и освещает все вокруг. Оно очень жаркое, и когда восходит, то прогоняет холод и тьму. Свет его развивается по всей земле, и все живое радуется теплу и свету. А Луна? Луна восходит ночью. И случилось однажды, что Солнце встретилось с Луной и пронзило его своим лучом. Но Луна замолилась и попросила, чтобы Солнце пощадило ее и оставило ей хотя бы к тебе. Солнце пощадило Луну. Больная Луна возвратилась к себе домой и пробыла там несколько дней. Но вскоре кребет Луны вновь вышел на небо и начал расти. И Луна ожила, и так бывает каждый раз, когда Солнце встречается с Луной. Вот такая легенда существует у народов Африки. Древние легенды. И вообще мифы о Солнце и Луне у африканских народов это мифы о людях. Они очеловечивали Солнце и Луну и рассказывали, что у них есть разный характер, разные способности, что они обладают душой и своеобразным характером. И вот у народа вагоны, что проживают в государстве Мали, есть такая легенда. Дворцом нашего мира был Амман. Взял он как-то раз огромный глиняный горшок и раскалил его в очаге, забил Амман. Потом обернул горшок листом красной меди, забросил в небо и оттуда полился свет. «Ты у нас будешь Солнцем», сказал Амман. Затем он взял горшок поменьше, тоже раскалил его в очаге, обернул листом белой меди. «Ты у нас будешь Луной», сказал он. Потом Амман отколол от Солнца кусочек, раздробил его, и эти осколки разбил по небу. Это звезды. А ты, матушка Земля, будешь моей супругой и матерью моих детей. С этими словами он впервые оросил землю дождем, и прямо из почвы родились его первенцы, двойняшки. Они были очень похожи на людей, которых Амман еще только собирался создать. Но у каждого были свои способности, и звали их свет и вода. Вот такая легенда о солнце, луне, земле, свете и воде у народов Африки, государства Маги. И мы сегодня с вами, как раз уже говорили о легендах, о солнце и луне, попробуем с вами сделать луну и солнце в очень интересной технике. Мастер-класс по «Изоните». «Изоните». Значит, мы с вами воспользуемся обычной ниткой и лутой и нарисуем на листе картона солнце и луну. Что нам сегодня для этого понадобится? Итак, сначала нам понадобится лист картона, лучше темного цвета, потому что мы будем изображать луну и солнце с светлыми нитками, как было сказано в легенде. Белая медь – солнце, луна и красная медь – солнце. Итак, нам с вами понадобится лист картона. Я уже подготовила иголку с ниткой желтого цвета, оранжевого цвета, для изображения солнца и иголку с белой нитью для изображения луны. Еще раз мы понадобится циркуль или любой предмет круглой формы, который мы сможем обвести, использовать его как трафарет, чтобы с обратной стороны сделать в таких центрах два круга разного диаметра. Внутри меньшего диаметра для изображения солнца и большего диаметра для изображения луны. Итак, я уже подготовила два таких круга. Теперь нам нужно его разметь и один и второй круг. Итак, мы берем карандаш и размечаем от центра вверху и внизу ставим точки, также справа и слева, также на большом круге, теперь каждую эту часть окружности делим пополам, доверимся нашему глазомеру, пополам, каждый сектор надо разделить, и теперь то, что у нас с вами получилось, еще раз пополам. разметил внутренний маленький круг. Теперь размечаем большой. из большого круга нам понадобится только половина, потому что мы видим с вами месяц лунное дело. Давайте так, как у нас большой, разметим еще раз каждую часть окружности разметил сделаем пополам. Итак, вот что у нас получилось, размечен круг. Теперь мы пронумеруем, пронумеруем немного по-разному две эти окружности, и потом иголкой проколем каждую точку, которая нам понадобится дырочку. Итак, сначала размечаем. Итак, внутри начинаем с самой верхней точки числа один, два, три, четыре, пять, по-часовой стрелке размечаем шесть, семь, восемь, и так далее. Должно получиться шестнадцать точек. Итак, шестнадцать точек у нас получились. Берем с нас иголочку, начинаем по-вощи, чтобы проколоть каждую точку по-вою. Приготовим таким образом наш лист по-вою. и так то здесь и теперь с правой стороны правомерный один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и еще девять, один, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять. До девяти пронимируем от одного до девяти и еще раз от одного до девяти половину окружности. И также эти точки подъем иголочки и подъем иголочки у нас умерли через дырочки, которые мы будем пропускать нитку или срывать нитку два небесных тела солнца и лимит. Итак, если перевернуть, то наши черновые работы остались с другой стороны, с обратной стороны, мы их не увидим, а здесь только обозначили дырочки, между которыми сейчас будем протягивать нитки. Итак, начнем с нами центральный и центральный центральный и части. Итак, с тыльной стороны первая точка за единичку у нас написана, пропускаем нитку с иголочкой, зелок зацепимся, дальше нитка не пройдет. И соединяем первую и шестую. находим у себя где написано шесть, так как у нас уже пробита эта дырочка, нам остается аккуратно стыдить, иголку и вот так затянуть. Резко не дергаем, как он может порваться, но вытягиваем так, чтобы нитка не висела вот натянута. Итак, переходим один шажок в точку номер семь. Перешли в точку номер семь. Здесь очень длинная нитка не вытянется, все аккуратно не вытянется. Так, опять вышла нитка на ниву, на лицевую сторону и с семь соединяем до второго. У нас здесь подсказка есть, можем быстро найти вторую дырочку. И так, опять вытягиваем, вытягиваем аккуратно, чтобы не порваться. Итак, переходим с внутренней стороны в дырочку номер три. и три уединяем с восьмой. И с восьмой переходим с девятым. И девятый соединяем с четвертой. Соседи получаем дырочку. Так, что у нас подключили. с четвертой стороны. Дальше переходим в пятую. И пятую соединяем в десятую. Единая. Теперь переходим в шестую. Из десятых поделаем теперь и в одиннадцатых шестую. с четвертой. получится, что с каждой дырочкой и вовкость нитка побывает два раза. Вот. Вот. Дальше. с обратной с обратной стороны переходим с треной и в пятую. И двенадцатый и восьмую. Для начала нужна подсказка, а потом мы уже видим, какая следующая дырочка нужно нужно будет в пятую. Итак, сейчас четвертую закроем. Из четырнадцатого нужно быть пятнадцатым. следующий шаг на нужно подсказка. Итак, перешли подбавил и в пятую. Одну петлю шаг в пятую. Одному разу наши иголочки будут в каждой дырочке. И продолжаем. Продолжаем вершину в пятую. В пятую. Сюда подбавил в пятую. шажок в тринадцатом. Хорошо. Хорошо. Держим в пятую. Вторая. Хорошо. Второй. Третий. Перешли. Держим одну дырочку подбавил одну дырочку дырочку. Хорошо. Держим самую дырочку. Третий. Четырой. Четырой дырочек начинается. Хорошо. Хорошо. Перешли. Опять. Хорошо. Последнюю дырочку. Пятую. гопа. Хорошо. Пятую. Четырой дырочки. Вторая. Пятую. Сюда. Пятую. В пятую. 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 Сюда. Здесь унырвались уголки и уголки. Ну, а в общем у нас получилось солнце. Итак, смотрите, теперь нам понадобится ножник. Небольшой кусочек скотча. Мы отрезаем лишнюю муку. Чтобы она у нас не убежала. Фиксируем ее с скотчем. Все затянули, закрытили. Лишнюю все убрали. Ну что, солнце мы с вами изобразили из-за нитью. Такой простой достаточно узор рисунок по кругу. Особенности рисования нити мы с вами познакомились. Итак, теперь давайте с вами оформим внешний наш круг. У нас должен получиться с вами месяц. Но тут немножко по-другому мы с вами будем делать. То есть соединять одну цепь с другой. Точно такой же. Единичка с единичкой. Двоечка с двоечкой. И так далее. У нас получится по кругу. Также подготовили ниточку с оселком. Начинаем с первой точки. Также с изнаночной стороны закрепляем. И переходим, вот как понадобится, к дырочке номер один. По второй дырочке номер один. Затягиваем. Так, все. Дальше, в принципе, точно такой же. От единички к двоечке делаем шажок. И смотри, перешли вторую точку. Теперь нам нужно вторую точку с линейкой второй точкой. Вторую точку. Вторую точку. Добавляем. Купить расстояние уже больше, чтобы ниточка не пронесла. Открываем ее. Из точки 2, в точку 3. Делаем внутри шажок. И соединяем третью точку с третьей точкой. Кожа получается с соседней точки. Дальше тоже, когда мы продолжаем коще, нужно шажок из подсказки. Вот так. Но все равно, чтобы не пропустить. Из четвертой в пятую. Пятую соединяем с пятой. Продолжаем. Из пятой в шестую. Шестую соединяем. Шестую. Непятым. Лицейную изнаношенную степень. Шестую перекладываем. Седьмую. Седьмую. Дальше. Седьмую. Седьмую. Седьмую соединяем. Седьмую. Ручку. Продолжаем. Продолжаем. Восьмую. Восьмую. Итак, теперь шажочек. Седьмую. Седьмую. Последняя крючка осталась. Вести пятый. И вверх. Седьмую. Вот у вас они закончились. Седьмую. 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 Дырочки. Изнанечка. Седьмую. 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 Итак. Что же у нас получилось? Итак. Солнце и луна. Техники и зонит. Схем такого рисования? Может быть, множество. Это самые такие начальные навыки. Мы с вами попробовали. Делали. Даже получился такой замечательный узор в продолжении нашей темы «Африканские легенды» о солнце и луне. До свидания. До новых встреч. Продолжайте узнавать новое. Продолжайте творить. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok